Начинаем наш кастинг ведущих Я дарю тебе квартиру в Москве Уснуть обязательно Ты не снял такую? Не снял Красава Какую песню Саши ты знаешь? Никакой Его сразу выебать? Хватит меня так близок снуть, иди сюда Быстро пару инсайдов Давай Только шоу, исключить шоу Мы даже не встречаемся Скажи зачем это? Ну потому что у меня майка, которая мнется А для меня мы едем на мероприятие И не хочется ее помять в этой области Все просто практично Нам нужно обсудить важнейшую тему Это ведущие Поскольку заявок было прислано очень много Мы смогли отобрать самых лучших На наш взгляд самых интересных Ну и не особо интересных Но просто их тоже пригласили к нам на Ну так назовем это кастинг Ты можешь сказать свое мнение? Как должны выглядеть? Окей, я хочу чтобы все выглядели красивые Смотри голубь Голубь пиздатель Он не улетает Реально Голубь надо спасти Ну естественно Ну остановись Ну иди спасай Мы же уехали там Четыре дня Четыре дня Да нет Он там сидит Он сейчас в фронте будет Стой, стой, стой Давай подними его Давай Не бойся Бери его резко Резко Бери его Молодцы Я его просто прогоню Да Да куда он была не залив Да Возьми его просто Стой, стой, стой 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 Спасибо Четыре дня Я просто не представляю людей, которые съезжают с центра на трешке. Голый чувак, баба в шляпе ловит голубя на трешке. Это пиздец. Как новостные сводки. Странные события на дороге. Голубь мужик ловит голубя. Что ты хочешь от следующего? Я хочу, чтобы он сжег, разъебывал гостей некоторых. По возможности, аккуратненько. Как только мы увидим человека, с двух-трех предложений будет сразу понятно, вкупает он или нет. Там были очень такие понтовые ребята, которые кидали сообщения. Типа, без меня вы пропадете. Или вам каранты, я должен быть у вас на свадьбе. Окей, раз они такой вызов кинули, а они приедут, то я буду их сегодня мочить тоже. И что сегодня будет? Будет очень интересно. Вот сразу сходы в месяц зашли. Как тебя зовут? Антон Тьявык. Антон? Да. Ты ведущий, ведущий. Первоклассный. Первоклассный. Не только свадьб, еще и тренинг. Тренер не туда, мастер. Я надеюсь, что с нервоз, счастье, да. Сразу чем докажешь просто вот твой крутизной? Видео в ютубе. Не, видео в ютубе это все могут, знаешь, я тоже там пять людей дел. А вот прям здесь и прямо сейчас. Улыбка. Улыбка? Настесь сейчас. Нормально, ну, сейчас. У тебя тоже наружая. Спасибо. Блин, так и еще. Офигеть. Какие еще должны быть качества у ведущего на свадьбе? А, именно у ведущего на свадьбе. Нету, блядь, ну вы пиздец. Блин, полк с тобой пришли сюда играть. Должна быть легкость, умение построиться под настроение гостей. Свадьба это такой живой организм, когда нужно вот что-то чувствовать гостей. Я его уже боюсь. Боюсь? Когда мы вышли из машины, он такой, о, недудущая невеста. И я смотрю, и что, кто не представился. Ничего, просто идет такой. Улыбка, покоритель улыбки, улыбка. А я еще не заметил эту тему, типа, ух, ты такой высокий, так круто. Понял? Он тебя пытается расположить. Он нихуя меня не расположил. Мне когда мужик делает комплимент, я такой сразу, типа, иди-ка ты нахуй. Саша. Здравствуйте. Как? Молодой человек. Юра. Привет. Мы с тобой виделись, Сань. Виделись. Затой. 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 Привет. Что ты это, своих продвигаешь? Понятно. Примерно 250 писем пришло. Из них мы отсеяли. 240 поездок. Нет, нет, мы отсеяли, ну там, 200, потом 50 я просмотрел, из 10 выбрали 10. Нормально. Это 10 человек. Ну, 11 или 10. Ничего себе. Мне кажется, достаточно. Песня залетела в топ ВК. Нас пригласили на дорожку премии Муз ТВ. Хватит уже драйвить. Присоединяйся к нашему кастингу, Мея. Мы на премии Муз ТВ. Честно, я тут вообще половину артистов не знаю. Самые пафосные те, кто вообще из себя практически ничего не представляет. Так, Мея, короче, правило номер один на таких мероприятиях. Здесь спокойно это все смотреть невозможно. Нужно бухнуть обязательно. Да что ж такое-то, а? Да что ж ты такая нетерпеливая-то, всего лишь 5 минут сидим. Она у нас цербер. Я пипец. Я буду угорать и балансировать ситуацию. То есть находиться как бы между вами и между ведущим. Когда-то подливать масло целого. Но мы не забываем, что вы клиенты, да? Да. Вы пара, которая выбирает себе ведущую. Дело в том, что сократили, он вел день рождения моей тещи. В том году уже играли. Блядь, еще одного пролоббировал, а? Главное не победа, главное это... Так говорят, неудача. Нас покормят, скажи. Начинаем наш кастинг ведущих или сражение ведущих прямо сейчас. Расскажи что-нибудь веселое, чтобы вот, ну, наподобие такого у Текила на свадьбу повторить. Слушай, все зависит от того, что вообще за формат свадьбы будет. А я не знаю, какой будет формат свадьбы. Ну, на самом деле, колхоз будет, а не колхоз. Я не знаю. Ну, я давно знаю, Текилл он колхоз. Ну, тогда я не подхожу для этой свадьбы. Привет. 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 Привет, Дима. Антон. Привет у тебя. Привет. Макаров. Да, Макаров Антонов. Ты так отличаешь, здесь бабочка такая, прям за лист. Ой, я вообще тебя не устал. А сегодня типа к Текире пришел. О, у вас завтра, скира. Охренеть. Все в 7 утра. Смотрите. Системировка всей сделала, сказали, дарикинь, для кастинга. Просто ожидание реальность, блядь. А можешь спеть? Спеть? Ага. Какую песню? Любую. Килл. Ехал из Тамбова, ты как-то готовился? Ну, что можно сказать, готовился, а не готовился. Тебе для свадьбы нужно просто вдохновение. А как ты оказался здесь? Ты отправил заявку? Да. Ты отправил заявку, зачем? Потому что мне интересно, такой экстримент, как сказать. Какой? Проведение свадьбы, именно у таких людей. Каких? Блин, ну и ты не подготовился вообще. Интересно. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Не знаешь? Нет. Какую песню, Саша, ты знаешь? Не знаю. Никакой. Хорошо, смотри, ты ничего не знаешь о нас, но хочешь почему-то провести нашу свадьбу. Пожалуйста, объясни мне, почему мы должны взять тебя. Блин, тут только выбирать вам я не могу сказать, почему вы должны взять меня. Ну, то есть по каким параметрам? Вот смотри, мы попросили там, чтобы ты спел, чтобы ты что-нибудь о нас рассказал, пока мимо все, дай. Пока. Ну, все. Как? Ну, блин. Да, есть косяк. Не подготовился, что-то как-то не особо сильно собрал информацию. Но почему-то ехал по-другому, как-то представлял разговор. Слушай, во всяком случае, я попробовал, приехал, нахуй меня не послали. И все. Это еще не хорошо. А вот ты вообще смотрел на такие вот когда-нибудь? Подписан на него? Нет. Пиздец, красавчик. По глазам всегда все видно. Саша очень добрый, он очень открытый. Мне этого достаточно, чтобы все уже не терпелить. Говорит, что его преимущество улыбка. Какое еще твое преимущество? Хорошо чувствую людей. Так. Что ты почувствовал, когда вот ты меня увидел первый раз? Честно, что ты не невеста. Его сразу уебать. Так, ну давай, давай. Продолжай, блин, креста. Когда креста с молодоженами, у них всегда чувствуется какой-то настрой, взгляд, ощущение. Когда я сказал привет, будущее невесты, ты никак не отреагируешь. Есть догадки почему? Без понятия. Потому что просто для подписчиков я выхожу из машины, там копошусь, забираю свои вещи мне со спины. Привет, невеста. А-а-а. Поворачиваюсь, что, кто, как. Как на пикап походим. И ты такой, привет. Говорю, привет. И ты идешь дальше. Почему бы не сказать, я, Антон, я иду к вам на кастинг. Надеюсь, мы классно проведем время. Не, ну… Не, ну окей. Это просто первое впечатление. Первое впечатление. Хорошо, Антон, ты не обижайся. Просто я не договорю только, как ты говоришь. Я чувствую, что ты невеста, а я чувствую, что ты человек, который не представляет. Я чувствую, что ты сейчас встал, а мужик реально думал. Не, ну давай теперь про меня. Ты не жених нахуй. Почему мужик? Да? В точку, блядь! У вас как бы реально будет свадьба? То есть все серьезно или это просто, ну вы как бы шоу делаете? Только шоу, исключительно шоу. Мы даже не встречаемся. Я вообще пидор. Не, я серьезно спрашиваю. Я тебе себе это отвечаю. Нет, то есть просто шоу. Да, конечно. Ну вот поэтому и было ощущение, что не похоже ты на него. Да, это вообще не трушное, вообще. Нет, только за это. Мы, естественно, это никуда даже вставлять не будем. Я тебе знаю, что я могу сказать? Блядь, чувствуешь людей на сто процентов. Это моя вода. Просто реально выкупил нас, высушил и выебал, блядь. Пиздец. Первый, кто просто взял, блядь, раскрыл лапочку. Тайну, блядь, нашу. А вы пиалились только ради вас, блядь. А я тоже ради вас пиалились. Простите, но не хотел там. Ты сюда приехал с целью какой? Попробовать себя в чем-то новом, ну то есть свои какие-то, может, новые стороны открыть. Блядь, ну это точно, что определенно получилось. Я боюсь, знаешь что? У нас есть чувство юбора. А как ты попал ведущим на такую свадьбу? Просто пригласи, по объявлениям набрали. Алло, Антон, нужен ведущий. Я приехал. Алло, Антон, нормально. Ну так мы тебя и запомним. Алло, Антон, спасибо, брата. Спасибо большое. Давай. Не невеста, не жених, не невеста, не жених. Зато заебись, какие классные люди. Кто вообще мог под этими словами подразумевать? Ты не невеста. Кто я, блин? Тут что-то какая-то дичь происходит, ребят. Давай, 6 на 5. Рыть никуда. Внутри высота. Все решили. Раунд. Раунд это на Versus. Да? А это нет. Джига, молодец, круто. Вообще очень. А ты не снял такой? Снял. Красава был. Рука руку моет. Хочешь идти далеко, быстро иди один. Хочешь идти далеко, иди с кем-то. Субтитры сделал DimaTorzok Вуу! Заебись,з ебись! Кавер, если что, а группа, нужно звонить! Ну давай, появление было заебисьа, такое же будет на свадьбе? Да, нужно наложить, только какое что-нибудь, steeds Army officials martial arts flight. Кто ты? Откуда ты? Почему ты здесь? С Москвы. Ведущий. Четыре года веду. Снимаю репортажи. Ну, премии всякие бывают. Не только с вами. Почему я здесь? Мне хочется вам большого бизнеса. Реально, я добьюсь этого в любом случае. И ты подойдешь ко мне и скажешь. А я скажу. Серьезно. Блин, дерзкий ты, конечно. Очень дерзкий. Понимаешь, а если я подойду, скажу. Как раз, нам нужен будущий, будущий. Я будущий другим класс. Не, ну, то есть я такой, как есть. Я на вас не буду. Я не ухожу, знаешь, подлизывать. Когда мы что-то делаем, мы делаем это вместе, я не буду. И отвечаем мы за это все. Понимаешь? Смотри. А сделаем это? Да, давай сделаем. Нет, кто-нибудь. Я скажу, слушай. А давай лучше бомбанил так. И это точно бомбанил. Так. Вот так. А как? Ну, блядь. А как? Бомбанили. Там это сделать. Ну, я хочу, блядь, чтобы вообще всем нахуй все разъебать. Надо так, чтобы, блядь, просто вся хуела. Вот так прям па-па-па-па-пу, блядь. Чтобы, блядь, вот так вот все встали и просто, блядь, на нахуй. Так, ну-ка. Допустим, вот мы пойдем на кульминацию, и в кульминацию ты возьмешься за... Блядь, разденусь нахуй. На мою галку. Да, разденусь ты на счастье. На сумку. Субку. Субку. Двое друзья. Олегов. Олегов! Олегов! Они раздренутся задовыми. Скажут. У тебя, друзья Олегов. Это был шатан-пул! Да?! Фууууу! Гост, который будет на свадьбе, он, знаешь, что ничего себе! Вот происходит какой-то момент, в даун, ми. Смотри, Амиран будет. Что ты? Знаешь Амиран? Да-да. Ну, допустим, Амиран будет. Как? Амирана? Да. Нихуя себе. Блогера со стажем? Ты бы бронханул или разыграл? Можешь сейчас как ведущий представить нас? Вот мы с тобой такие. Встаньте. Вот мы с тобой такие. Вот мы выходим. И вот наш гость. Вот типа там 200 человек с той стороны. Тебе надо нас объявить. Я говорю вот так. Вы готовы? Вы готовы к тому, чтобы ваше сознание сегодня перевернется максимально? Вы готовы стереть все шармоны? Готовы увидеть двух тех самых людей, под которые это все события срона, которые выдерживали каждый день этой подготовки? Вы готовы увидеть самую сияющую пару? На этой свадьбе я не слышу! Встречайте! Это они! Не приезжайте, не поздравляйте. Самые модные и самые нравственные. О-о-о-о! Александр и Морезу! Люби меня, любви! Не, Морезу, ты наоборот. У нас ведущая рэпикация. Как ты в моем авто! И смотри, и здесь они в любом случае стоят, начинают скачать. Бум-бум-бум! Вот так он делает. Бум-бум! Ура, слушай, это уже глупо хлеб. Да, это... Ну нормально все. Получилось скачать эти, я могу сказать. А парень был Кирилл Морозов. Я не говорю вам до свидания, я говорю вам... Угу. До новых встреч! Ура! 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 Хорошо, хорошо. Ну ладно, я шучу пока. Давай, успехи. Пока. Пока. Офигенная харизма, супер энергичный, это то, что нужно для свадеб. Да. Он не будет иссякать. Да, у него может быть просадка по контенту, но он может быть крутым партнером. Он может, да, он может быть будет нести хуйню в микрофон, но зато он будет просто ходить, качать, поднимать на рот. И я вот в нем, я уверен. Молодец. Сань, можно к нему пару, чтобы если что притормаживать его. Ну да. Да, да, потому что притормаживать тоже важно. Просто быстро пару инсайдов. Давай. А с кем ждать следующую пародию? Я тебе это сказал. А когда выйдет твоя карминоватор, что ты снимаешь? Ну, через неделю не раньше, через 10-10. Тогда, возможно, палево. Хорошо, на Фараона будет? Да. Вот это эксклюзивное. Я знаю, что Фараона будет на море. Но я уже знаю, на кого будет, не буду говорить. Там ощущается. Это моя любимая песня у Фараона. Ты на речи, дочь. Твои мясо режут на муче. Иди сюда. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Михаил. Михаил, да. Добрый. Привет. Бросил свою пятеретнюю старшего в большом крупном банке и ушел в введение свадеб, потому что это то место, где я могу получать деньги за любимую работу. Можно тогда сразу сходу какую-нибудь такую заготовочку? Ну, есть там заготовочка, которая всегда заходит. Я не знаю почему. Любая церемония, за оканчиваемую я веду и меня просит провести, у меня особое видение, как не надо вести церемонии. Ну, потому что я не могу сделать так в ЗАГСе. Я не женщина, я не девушка. Я не могу отставить плакать и рассказать им, что два корабля любви вошли в одну гавань. Я готовлю свою речь в соответствии с Кодексом Российской Федерации и властью данными задатками. Я объявляю вас в нужном этом. Ну, здесь, да, уже юридические тонкости. Я больше экономист, поэтому я считал вам, что задаток. Наши люди всегда, они всегда на это реагируют, потому что им это нравится. Я не знаю почему. Блин, нормально, но ты, конечно, сейчас супер быстро все высказываешь. Да, я же, я же охренел, просто у меня голова сети закружилась. Скажи, пожалуйста, ты что-нибудь о нас знаешь? Саша поет, а Маша как-то отработал на телевизоре. Неплохо. Я знаю, что в футбольном клубе болеет Саша, то есть я именю как-то принадлежал автоматически. Ну, очень страшно, мы все грешны. Нормально. Красно-белый фон пошел какой-то, да? Как она это сделала? Вот, поэтому я... Не, ну, правда, где там Спартак-то по пятерке в этом году вообще? Я забыл там биться. На воспоминания я не реагирую, вот так гости тоже, наверное, что-то говорят. Я же сам узнал, что пара была, да ладно. Ага, угу. Спартак, да? Вот, да, так. Ну, это я боюсь, что он так просто пошутит, он у меня на свадьбе, где будет весь локомотив, он такой, да, что вы тут, блядь, собрались там, а вы там мерчаки, ха, пфу, я, блядь, болею за Спартак, ууууу... Вот так и проигрываются кастинги, а? Милю, ты что можешь сказать на счет него? Ну, такой он, видимо, ответственный. Очень ответственный, видно, что профессиональный ведущий, который работал в банке, это вот как я работала в новостях и вот как бы вот так вот рассказываю вам о том. Как тебе было у Амирана на шоу? Честно, весело. Самое главное было позитивно. Мне на самом деле понравилось. Придешь еще? Конечно. Вообще от души. Ну что, мы идем смотреть премию. Братан, подожди, а премию можно смотреть трезвыми? Обязательно, всегда трезвыми. Можно, я трезвая. Ну, как сказать. Не, ну там опироль раздавали. Ну да. И все. Ты бухнул чуть-чуть? Прикольно, да. Я тоже. Был вообще отлично. Давай ты управляй, потому что я немного не трезвый. Ты понимаешь, я уже накатил пиздец, сколько опиролей. Так в итоге, если ты в следующем году либо номинированная, либо будешь выступать, я дарю тебе квартиру в Москве. Какую я уже сам решу, окей? Хорошо. А если не делаешь это? Бабушка. Окей, бабушка. А где? Ну не бабушка, но нормальная. Ты мне вообще обещал на Кутузовском. Это если розовое вино будет? Посмотрим. Окей. А если все-таки не получится ни хера? Ничего. Я как раз, что я могу. Да. Что я могу? Целый год ты будешь реально драйвить толчок. Ну что ж, друзья. И каждый день, ладно, каждый третий день отмечаться в сторис. Ну что, ну вот я сегодня опять драйвить толчок до дачи у Сани. Каждый третий день и отмечаться в сторис. Ну а что, мы ради контента. Это контент, все. Год ровно с этой минуты. Сегодня 7 июня. Ладно. Напишите, что вы думаете в комментариях, ребята, на этот счет. Если плюс, то у нее получится все. Если минус, то ничего не получится. Дим, Дим, Дим. Будешь туда спрячься? Здравствуйте. Привет. Дима. Саша. Здрасте. Дима. Привет. Привет. Мне очень приятно. Все, надо было пятерочки дать. А надо стоять, да? Да. Да просто. Я вам подарок принес. Будешь искать, Дима? Нет. Нет. Дима, я тебя сразу вспомнил. Да, я записал видос. Ты записал видос, где читал рэпчик. Да. Слышал, слышал, будет свадьба у текилы. Уверен, Маша хочет, чтобы все было мило. А текила хочет тусу, чтоб не мимо. Ребята, воведущий души. Я так проведу текила, я твой свой килайм. Я уже готовлюсь, как тебе это ставил, как тебе это тех. Хочешь, нормальный флекс, это заклинание. Рекс, бэк, красота, тебе до, выдашь до, хох, типа ахалай, махалай. Ну выбирай давай. Я думаю, что свадьба должна быть такой немножко какой-то клубной истории. Вот. Ну это в общем должен быть... Я не сливал. Это точно, не шо, я объясню, почему клубные истории. А клубные в том плане, что она должна проходить в нескольких клубах. Это должна быть вечеринка, типа свадьба, там все дела. И вы должны все эти клубы объехать. И из каждого клуба взять гостей, поставь мой клуб. И я буду поставать движуха. И типа... Сувадебный фестиваль! Ну это жестко. Нет, подожди, вы за это не знаете, ребята. Клубы делают вечеринку, вашу честь, а люди на нее приходят. Вы никого не приглашаете. Вы приглашаете? Согнемся с этим. Поняла? Они делают вечеринку. Замолчи, я это сам видал. Ну это жительное. Не сливка. Так, секунду. Подожди, дай я тебе одну скажу историю. Значит, прядь. Не волчите. Что происходит, бля, Паша? Я говорю, я говорю, иди. Уходи, бля, моя свадьба. А сколько ты стоишь вообще? От ста до ста до 50. Зависит моя неделя. А сколько ты часов? Давай, двести. Как ты думаешь, под какую песню у нас должен быть танец? У вас по-любому есть какая-то песня, с которой связаны ваши отношения. Вот эта песня должна быть... Ну, 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 ладно, ладно, ладно. Вечером поиска проживает. Клево, Дима, следовательно. Так что, спасибо тебе. Давай, 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 давай. Я, честно говоря, уже на самом деле начинаю переживать, потому что, ну, есть строгий парень, он тоже хороший ведущий. Есть Кирилл, который такой дерзкий. Этот Дима зашел, заполнил собой всю комнату. Блин, если дальше будут такие же классные ребята, то будет очень тяжело выглядеть. Нет, ну, сократили, конечно, вообще бомба. На какую свадьбу ведешь? Так честно. Три года. Пять. А сколько надо? А ты как у школы закончил? Киздобовов? Ты сейчас вел бы свадьбу, да? Вова Текила. И потом ты стал каким-то супер важным человеком. И Текила говорил, что, блядь, вот этот чувак, этот, ну, там, Саша бородатый у нас на свадьбе ведущим был. Ну, Вова Зеленский так и сделал, я так понимаю. Представляешь, сколько паршес в Украине, у которых он был ведущим? Владимир Зеленский? Да, да. Опаньки. Здравствуйте. Единственный человек в костюме. Да, единственный человек в костюме. Александр? Да, Гербалай пришел. Привет. Ну, давай. Как тебе удобно? Как тебе удобно, давай, давай. Что мы должны о тебе знать? Мне клевый. Мы тоже, ты тоже клевый. Ну, конечно, откуда ты? Нет, мне что-нибудь скучное сейчас. Ну, короче, из прикольного, я что-то очень любима. Я просто знаю, что Маша почему-то и поэтому... Может, такая. Моя пророчесть, я могу на английском объединять. О, что ты иду? Я очень подогарник. Довольно интересно, всегда привожу разницу. Например, на русском тебе фраза. Сейчас встречайтесь с вашим компьютером. Сучит нормально. Да. На английском звучит с ней, вот это с ней, повереннее. На немецком, это звучит просто. Так. Сейчас прочее. Ну, где есть? Хопца и спорте! Мудрэ, мудрэ! Я-я-я! Я-я-я! Здравствуйте! Я обожаю! Я хочу такую звать! Так, хорошо, Сань. Ну, давай тогда что-нибудь не скучное. Раз это для тебя было скучно. О'кей. Пять раз и барху, что ли. Моя? Нет, слава богу, не моя. Короче, ну, МОПС. Это было с вами, ребята пофоткались, это все стильно. Монент церемонии, МОПС оставили там, около утра, сами стоят на церемонии. И мы слышим такой звук, а МОПС, ну, знаете, они не умеют гавкать. Ну, то есть они только, ну, это такое вещь, они начинают хрюкать. И, а, ребята стоят, надевают колечки. Ну, там такой момент, когда он плачет, все мы расстроены. И в этот момент он хрюкает, Жорик, а он стоит прямо на мостике через ручей. Мы поворачиваемся все туда. Уже этот момент пропал. И не понятно, что делать, а он смотрит по стопу и делает шаг в бездну. То есть падает кросс, как этот ручей. Друг подскакивает, к кому он произойдет, это МОПС. И понимаете, что МОПС, они же не умеют плавать, они же вот эти искусственные собаки. Все бегут туда, они вот такие. Он начинает тануть, там, непонятно, как его доставать. Берет, короче, корягу, начинает к нему тыкать. Потом еще сильнее вот так вот тонет. Потом он снимает, короче, куфли, штанах от смокинга. Это жених был? Нет, это друг. Залазит, достает собаку. Все выдохнут, но самое смешное было потом. Я вызываю Убер, а в Убере обычно написано там, там, 500 звезд, 250. А тут приезжает водитель, у него одна звезда всего. И мы приносим ему собаку. А там водитель еще, ну, где-то там приехал, приехал, в том числе. И у него такие глаза просто. Вот москвичи зажрались, собака такси возит. И он не нашел ничего другого, кроме как спросить оплаты как будет. Наличными? Собаку, прости. Да, и, короче, там вдруг шутят, да, типа, Жорик там, когда выхина доедет, сам продашь. И все, и как правильно, они поедут. Ну, нормально. Слушай, ну, Саш, смог расположить вообще? Он начал рассказывать прикольные истории. Всегда на кастингах говорят, расскажите прикольные истории. И ты такой, ээээ. А он сразу начал рассказывать какие-то истории, что-то как-то еще. То есть он создал максимально уютную атмосферу. Присел такой, да. А может, самый крутой на финал сейчас остался? Как думаешь, я максимально принимаю участие и у меня максимальный отдач к твоему проекту? Да? Ну ладно, хорошо. Так всегда обычно. Сначала артистам нужны продюсеры и люди, которых продвигают, пока у них нет хита. Да, потом, когда хит появляется, уже похуй, типа, продюсеры бегают за артистами. Да, это мой хит, типа, без меня ты никто, знаешь, как говорят, сейчас думают. Да? Артисты так говорят потом. Добрый вечер, дорогие друзья! Не, я так не буду. Точно? Точно. Если я так буду, если я так буду, разрешаю вам засыпать мне песок в глаза. Нихуя, лау, окей. Помните, когда возразилась «Фабрика звезд» опять? Я стояла в кастинге. Серьезно? Я стояла пять часов под палящим солнцем. Так вот, мы там стояли очень много часов, потом нас запустили вовнутрь и снимали на камеру. Тоже очередь внутри была в здании большая, потом запускали в зал все. И, короче, Коля, видимо, понял, что всем скучно стоять. И решил, типа, поднять тоже какой-то рейтинг, или я не знаю, подошел ко мне с моей подругой, мы с подругой были. И сказал посраться на камеру. Скажу тебе можно, вернись, пожалуйста, в очередь. Возьмите. Канаде, как возьмите, ты посмотри на себя. Пороцент, что ты начинаешь у меня? Ты что, вообще, что я, Кирилла тебе? Я сказала, я почти не знаю, я не знаю, я не знаю, я стою здесь. Я вообще, вообще, уже. Это фэн стера зашлась. Мне мои знакомые стали писать, что ты же не такая, я тебе. То есть, все-таки есть у тебя зашквары, да? Да. Так, ну что, нам осталось сейчас вот опросить еще одного претендента на роль ведущего на нашей свадьбе. Ты поняла, да, это тот Саня, который вот звонил, и он не смог приехать, но очень хотел из-за того, что он работает сейчас с кем-то. Неуловимый. Просто Дэн, мой директор, говорит, блядь, пожалуйста, встретьтесь с ним. Он три или четыре раза позвонил, сказал, что, блин, накладка, очень хотел приехать. Ну, посмотрим. Вот он, смотрите, смотрите, смотрите на него. Привет. Дорог. Здравствуйте. Привет, Саша. Привет, ты. Ведущий свадеб. Александр Сегирев. Ведущий свадеб. Что нам надо знать? Подожди, это начало мне уже понравилось, ведущий. С вами шел издалека, такой, ну, в нихера себе, а Лан Делон, блин. Не, ну там, понимаешь, там, смотри, чтобы было классно, надо перед кавер-группой всех вывести. А вывести можно всех только... Себя? Да, и себя тоже, но вывести надо всех на танцевальный флешмоб. Типа, мы прикатыли сюрприз для молодых, давайте все выйдем. А если наши гости будут там не в духе и некоторые на каком-то пафосе, и они не захотят это делать? Это другое. Тогда... Я просто не знаю, вроде как у меня, ну, нормальные друзья, но с другой стороны, хер его знает, там, какой-нибудь Амиран, это фиг вообще поднимешь. Вот, здесь вот самая главная работа с первого взгляда, когда гость заходит, самый первый ваш гость заходит, волшебство уже должно случиться. Вот ты устраиваешь флешмоб, вот я, ну, допустим, там, хорошо... Не хочу. Ну, я не хочу, да, я, допустим, там, вот Саша Овечкин, ты его знаешь? А, да, хоккей. Ну, вот он, допустим, такой, блин, ну, чего я буду танцевать сейчас под твою дудочку? Я вот здесь вот за столом лучше с ребятами пойду. Я надеюсь, что Саня будет у меня на свадьбе. Ну, вот как его развеселить? Или любые другие гости, взрослые ребята сидят, они такие, ну, пускай девочку пойдут, мы такие. У нас есть какой-то сценплан, тайминг, сценарий, как хотите это называйте, расписано по блокам. Но, когда я уже стою, как говорят, на воротах, заходит первый гость, я его определяю, я ему говорю, здравствуйте, очень рады вас видеть, и, судя по описаниям, вы должны быть футболистом. Ладно, шучу, вы хоккеист, ну, конечно же, все понятно, да. Ну, то есть, мы должны наладить контакт, чтобы каждый гость персонально узнал ведущего. Хорошо, а как делать, остро там, кольнуть кого-то, ты можешь? Только после того... Подъебать, блядь! Смотри, thank you, fuck you, thank you. Боже, как вы хорошо выглядите для свадьбы, которая бы была 40 лет назад, но бы все равно проходить. То есть, всякий, всякий, thank you. Это нормально. Ох, лови жесть. Thank you, fuck you, thank you, хорошее... Боже, это просто феноменальный рецепт. Ты, походу, затмил предыдущих. Какие свадьбы сложнее всего вести, на твой взгляд? Политические. Когда приглашают тех, кого надо. Когда приглашают родители, когда... Я не знаю. Нет, у нас такого нет. Ну, может быть, пара политических каких-то таких приглашений у меня было. Нет, в основном у нас будут друзья. Да, в основном это друзья. Ну, или, возможно, мы считаем их друзьями. Ну, вот и посмотрим. На самом деле, они такие льдят. Сай, а вообще, сколько ты берешь вот так вот, заведение свадьбы? Гонорар там, да? Сейчас 120-150 тысяч займутся. Ну, короче, 150-й больше. Где-то так, да. Кто будет, тот будет. Я не знаю. Может, ты нам еще понравишься, а вот подписчики скажут, блядь, что-то он какой-то муртный тип. Ну его нахер. Вот того лучше берите. А чего нет? Зачем галстан? Ребята, ну реально, сейчас суббота, и хорошие ведущие работают, бомбят. Вот, что самое главное для ведущего, даже не деньги, а для ведущего, главное, чтобы люди получили больше, чем они оценили. Тебя в конце подходят. Блядь, как красиво говорит, а? Да, давай. Если бы я сейчас был бы на свадьбе, поддал бы, я бы уже бы просто бы, даже если бы ты бесплатно у меня выступал, я бы типа, блядь, Саня. Вот тебе десяточка, вот тебе еще десяточка, вот тебе еще. Блин, ну ладно. Короче, я тебя услышал, спасибо, давай, тебя вот уже заждались, блин, машут, блин, тебе. Да. Все, ну, будем на связи, что, посмотрим. По крайней мере, рад знакомству. Спасибо огромное. Что, завлек тебя? Ну, мне кажется, слушай, он такой жизнерадостный, динамичный, прикольный. Блин, ну это, конечно, теперь сложно. Знаешь, что круто, что он, у него все-таки есть, типа, дисциплинная организованность такая. То есть это не в смысле, хе-хей, а вот сейчас будут конкурсы, ребята. Привет. Привет. Алексей. Привет. Что, на твой взгляд, самое важное в работе ведущегося с вами? Чувствует публика. Ты чувствуешь? Ну да, я понимаю, когда, допустим, надо подождать подход, почему еще они не готовы, там, каких-то конкурсов, я сейчас, я говорю, постепенно все должно быть. Не надо сперкнуть, ну, там, войдите в какой-то крутой конкурс. Это должно быть плавно. Так. Окей, вот чувствуешь, что с нами сейчас? Просто когда говорят, людей чувствуют, но я вот не до конца понимаю, что это такое, типа. Прошло уже несколько часов после свадьбы. Гости чуть-чуть утомились, потому что до этого долго пуляли. И еще недостаточно выпили, чтобы расслабиться. Но невесту уже украли. Так. Так. Добрый. Добрый. Убрал невесту. Невеста. Невеста. Вначале попытаюсь связаться с организаторами, и чтобы они помогли узнать, где невеста, разузнать это все. Ты заботишься о состоянии невесты, как я поняла. Ну, там, что-нибудь узнаю. У кого-нибудь, кто-нибудь может быть в курсе. Ну, может быть, откажут сюрприз. А может быть, вы украли. Ну, это наш новый взгляд. Хорошо. Ну, ты прям такой светишься. У тебя улыбка классная. Ты позитивный, прикольный. Не знаю, насколько ты подходишь для нас, для нашей свадьбы. Потому что у нас все-таки там может быть и жерсткач, и угар. И про свое место. Вот. И странноватые гости некоторые. Многие из них блогеры. Некоторые пранкеры. И фиг знает, чего от них ждать. И мы тоже не знаем, чего ждать. Мы сами не знаем, чего ждать. Да, и поэтому есть, безусловно, сомнения по тому, как подходишь ты к нам или нет. Но сто процентов я могу сказать, что если ты продолжишь заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься, быть ведущим, наращивать и нарабатывать наук, я думаю, что у тебя вообще все получится. Спасибо тебе большое, что приехал. Спасибо тебе. Спасибо. Ты чего, привет большое. Спасибо. Хороший парень, но он прям такой мальчишка, да? Мальчишка и из Каузы. Паузы неловкие. Ну, в паузу, ему еще чуть-чуть набраться опыта, и я думаю, что будет хороший ведущий. Да. Такой он очень позитивный, да? Угу. Я тебе нравился. Выключим мозг. Кто? Она про тебя или про себя? Про тебя. Про меня? Ух ты, какой дерзкий мальчик. А теперь давай фото. Смотри, а как ее зовут-то? Мне показал, что это это. Как ее? Сначала. Так, Маруф? Не, Маруф. Так, кто-кто-кто? Ну, скажи кто. Хватит меня так близко к снимать, иди сюда. Да ты не волнуйся. А ты, чего ее ты сейчас подстрекаешь? Моя подруга. Привет. Так, как тебя зовут? Лиза. Лиза, а его? Альберт. Ничего себе. Ты прям как Киевстоунер. Вы встречаетесь? Нет, у меня другая стена. А что? Другое направление. Какое? Нет, никакое. Все, другое направление. А у тебя тоже другое направление? Нет. Нет? Пацаны, а у вас? Не можешь, я тебя набираюсь. У вас какое направление? Ты что курил? Без проблем. А что это ты самый первый? А она попросила? Давай все. Касарь, держи. Нормальный. Кому еще касарь? Кому еще? Мне. На, братан. А как же пятерку приседать? А пятьсот кому? Пятьсот тебе? Почему меня все время приседают? Мужики, не хотите присоединиться? Нет. На. А пятерку слабо? А сотка кому? Нет. Нет, не хочешь сотку? Тебе на. А кому пятерка? Нет, оп. Нет, подожди. Все, вот это так нечестно. А тому, кто приседал? Я не взял. Да, красава, братан. А он хотел выручить. Ничего себе. Я там выручил просто. Правда, зарплата не пришла еще от души. Все, давай. Идем сфоткаешь. Ну, ты не дерзи больше. Спасибо. Я, можно сказать, свой, но не свой. Я знаю, свой. Свой? Давай, давай. Ихуй я тебе. Вспышку-то ставь, что-то. А что там? Помаду чья-то? Ну, да. Да и, конечно, пришли такие все навеселее, такие. А ты нормально вообще нарядилась вот так вот на встрече с выпускниками, блин? Как больше, а? Алло, не вкера себе. Давай, мама не в курсе, что мы с тобой. Танцуй-ка. Это нехорошо, они так глумились все давно, все годы. Серьезно? Так, покажи мне их нам. Я сейчас поговорю с ними. Саня, ну что, как ты думаешь? Тихо. Тихо. Ну что, у меня блеск. Пошли. Короче, там где-то Дурь сидел-пил. Серьезно? Не угадал ли. Здрасьте. С вами напиток, ваш любимый. Здрасьте. Очень рад вас всех выйдет, да, тот самый. Не спрашивайте, где я взял, это просто сама Вселенная. По словам, это выйдет. Ты это в моем офисе стырил. Сама Вселенная послала. То есть ты так застыришь конвертики, да, такие? Сундук, 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 сундук. Только тут гости привезли 50 тысяч. А, блядь, хуев, ты. Святослав. Абсолютно верно. Фамин, откуда ты? Москва. Москва, сколько лет? Я так же в ЭТВ 89-го года, летом будет мне 30 лет. Ой, про выучил. Супер. Что мы должны знать о тебе? А, в первую очередь, вы должны знать, что я обычный парень. Я не готовился. Какие свадьбы тебе запомнились? А, больше всего запомнилась свадьба Кирилла и Ирины. Бля, у них охуенная свадьба была, согласен. Это те самые, да, Кириллы? Да, бля, да. Хорошо, что ты рискал Кирилла и Константина. Бля, вот это вообще запомнилось. Бля, у тех, кто вообще помутал. Я сам телерадио ведущий, и я люблю задавать много вопросов, чтобы каждый гость себя чувствовал желанно на празднике. Люблю танцевать, хожу в школу танцев, это значит, будет шел флешмоб танец с ведущим. Ну-ка, какие ты танцеваешь? Бля, Мир, там джутик, пожалуйста. Так, бля, ты, а долго так танцеваешь? Нет, долго ты так тренировался и учился. А, я не тренировался, здесь максимально простые движения должны быть. А, вот, ты здесь исполнить можешь? Ты попрыгал? Ты говоришь, я занимался танцами. Ну, да, но ранитон, например, я занимался. Ранитон? Ранитон, это вот эта вот вся такая штука. Не знаю такого. Нет, вот, бля, можно я научиться? Да, я попробую, смотри, здесь должны быть задействованы плечи и пластика. Давай начнем с плеч. Давай, давай. Встречаем! Мила Бойко! Мила! Видно, что чуть-чуть нервничаешь? Ну, конечно, нервничаю. Я расстал изначально, я обычный парень. Я очень рад видеть вас. И у меня большая мечта провести вашу свадьбу. Я уверен, у нас с вами много общего. Потому что... Видите, это бэджик. Душа, я душа. Я простой парень, но на майке у меня написано Рич Гэнг. Пока. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Лучше, чем вот, там, первые ребята. Но Мила, Бойко, это просто... Молодец. Хороший нейм сказать. Жук. Добрый день! Здрасте. Привет. Нормально. Дима, он лоббирует интересы Юрия. Есть. Они приехали вместе. А ты что, ты последний, кто это потянул? Там никто не пропускал. Ага, открывался через... Крывался? Опасно все было. Люди принесли отравленные микрофоны, хотели... Не пройти было. Сейчас такой очень спокойный, такой невозмутимый и так далее. Я видела, как он работает, и я думаю, что бомба. Ну, да. Потому что это... Опа-па-па-па! Постоянно вот такая вот история. Не, ну я могу сказать, что я тоже видел, но... Я не видел. Блин, ну нас зрителям тоже решать, понимаешь? Они-то не видели. Им на добром слое как бы нам верить вот так вот тоже. Я первый раз вас вижу. Да. Сейчас, да, сложилось впечатление, что вы такой стильный, очень развитый в разных направлениях, себя вкладываете, но, типа, я не вижу, как вы качаете. Кажется. Конечно, этот формат, где вы в качестве судьи, он немножко у нас тоже и ведущий. Я думаю, что не я один так немножко скован. Ооо. Да. И будь вы на моем месте, вы тоже сейчас сказали. Не, ничего, варок. Какую-то часть. Не, ничего. Но можно сделать элементы такого доброго стёба. Вообще, я вначале вижу, что если вы сделаете формат камень, когда воля выходит, халашка, да? И простебать, если вы хотите, конечно, уделить точечное внимание, допустим, на... Блин, можно, но, понимаешь, это очень такой тонкий момент, чтобы не обидеть. Да. Вот у тебя вот... В самом начале. Но вот тут мы должны будем хорошенечко работать с вами, да. Ну и, конечно же, персонально посидим. То есть ты готов так, ну, типа, там, кинуть камушек в огород, там, Амирана, например, там, каких-то ещё гостей, да? Это же мы сделаем любя, если даже камушек прилетит, ну, так прям чувствительно, то мы их следующий, допустим, пирожный по-моему отправим. Пирожный по-моему, прикольно. Вообще, я танцую, биджей, диджею, дуар-директором, ну, в общем, все... Короче, опыт, смотри. Да. Моменты, что в бизнесе проходили. Но я не пел, конечно. Не пел, не было. Ну, это, знаешь, сейчас можно и не петь, но как бы песни выпускать. Вон, посмотри, Гусейн Гасанов тоже ебашит. Уже ебашит, да? Да. Они вместе там ещё и Даша Клюкина тоже. А это же Калашников запела. Калашников, блядь, пиздец, все поют. Мне операторы тоже поют, блядь, выпускают песню. Да. Ну, ладно, Юр, спасибо тебе. Ну, пока не за что. Пока что сейчас не было тут... За что зрителям зацепиться. Ну, ничего, посмотрим. Может быть, он тупо своим вот таким вот видом в очечках. И уже расположен. Да. Решать тоже вам. Привет. Привет. Молодцы. Привет. Что, откуда ты? А, город Москва, а вообще так стоять с фирменей. Так-то, я понял. Так-то, я за фирменей. Может быть, 3, 5, может быть, чуть больше, 7. Цель немного. Я не думаю, что столько пройдет. Сейчас расскажу. Девчонок, есть одна очень важная особенность, про которую они думают, что знают многое, но на самом деле они не знают, что это такое. Это каблучок. Женский каблучок. И это развлекуха, которая позволяет... Да, это развлекуха, которая позволяет объяснить, сколько сантиметров ваш каблучок. Вот вы знаете? 10. А если измерить, то будет больше. На самом деле, ни одна девушка не знает, сколько сантиметров ее каблучок. А к чему это стоит? А к чему это все? Задача для девчонок. Красиво. Продиферировать, подожди, зажигать. Ну, музыку. Задача залов очень громко хлопать, кричать. И самое главное для мужчин присматриваться и определять, сколько сантиметров каблучок у девушки. Когда все девчонки прошли, здесь уже все такие заряжены, я начинаю интерактив с залом. Сколько сантиметров каблучок. Я подтаскиваю студий. Не такой, а более красивый. Я тоже считаю, что говно, блядь. Что-то мебель, как-то. Я тут дерьмовый, блядь. Сука, понаставили свои говностудия. Так, что там? Короче, мы измеряем каблучки. Что это, что оказывается 10, а на самом деле 13, и все. И все рады, счастливы. После этого, как сказал Иван Васильевич, танцуют все. Все танцуют. Вы уверены, что это выход из тухлой ситуации? Нет. Они легко, не будем выслить, что весело. Мы можем продумать сценарий, мы можем прописать там все поминутно. Писием, востолько-то, курим востолько-то, танцуем востолько-то. Но это... Писием! 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 Музыкальная безстраническая пауза называется. Очень люблю смотреть наши фильмы с участием наших артистов в МКМ «Деклард» и так далее. Ну понятно. Ребят, кто-то горький и прочее. Подпишитесь, кто не подписался, поставьте лайк. Спасибо, братан. Нам было приятно. Спасибо. Удивил нам внимание. Спасибо. Мы закончили, ребята. Сложный выбор, вы сами понимаете. Будем смотреть все ваши комментарии. Я надеюсь, вы нам поможете. Мы тоже, я надеюсь, определимся. И все у нас получится. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. С вами был ваш напиток. Пока.